приветствую с вами я веган христолюб мы с вами я запишу а вы посмотрите вот такой вот ролик название пир во время чумы ну или более длительное длинное название под роликом это великая ли скорбь велика ли скорбь я великая назвал то потому что чтобы ранжировался лучше видео в поисковиках ну велика ли великая скорбь если быть более такое название расплывчатой дать в конце видео я думаю вы поймете почему я тут такое понаградил на своей страничке на своем сайте создал страничку сайт называется христолюб.ру или христолюб.рф по-русски может просто набрать так естественный назвал великая ли скорбь велика ли скорбь или пир во время чумы чумы апокалипсиса или во время апокалипсиса пир во время апокалипсиса но я все вместе наградил во время чумы апокалипсиса чтобы было повеселей краткое описание дал такое великая скорбь представляется нам чем-то особенно страшным и ужасным как для грешников так и для святых но так ли плохо все будет на самом деле и будут ли какие-то возможности избегать страданий такими как бы вопросами я сам задаюсь призываю задаться тех кто меня слышит и найти ответы на эти вопросы я долго думал перед этим видео как лучше построить сначала сказать про грешников а потом про святых во время великой скорби что с ними будет но потом во концовке или сначала про грешников потом про святых с чего начать эти и чем закончить но концовки так закручу немного в конце вы поймете почему поговорим сначала о святых потом о грешниках и закончим святыми грешниками ну в общем поймете в конце я пишу следующее на страничке сайта на примеры нескольких мест из разных книг библии мы сможем убедиться что не все ужасы описаны в этих книгах коснуться святых людей вообще хотел только взять два места из книги откровения ну потом решил еще даниила добавить кто смотрит по последовательность по порядку мои ролики следить за моим творчеством предыдущий ролик вы уже видели время великой скорби там я в принципе тоже это говорил кстати это место из даниила тоже мы с вами прочитывали я говорил что в этом ролике уже более подробно буду разбирать в этом видео кстати я не буду обращаться уже я уже утомил вас тоже мы обращаемся к большим объемом большим текстом потому что я не люблю вырывание из контекста но честно я сам уже тоже надо устаю тем более когда подряд пишешь ролики к что ты одно и тоже просто толдычишь вот и поэтому в принципе все что я на этой страничке собрал мы просто почитаем кто хочет может обратиться к контекстам да и все понять там что действительно речь об этом все эти все эти речи конечно же взятые из так называемых если хотите апокалиптических мест писания в разных пусть книгах книги пророка даниила в евангелие в книге откровения но все они касаются последних времен то есть там контекст естественно об этом то есть это не какие-то не символы не образы я там притягиваю хотя такой тоже бывает имеет место быть там надо разбираться все понимать действительно ли так или действительно это уместно так трактовать что вот это вот относится к последним там временам какая-то муж притчи иисуса да это очень важно понять но здесь мы с вами без всяких притч просто реально вспоминаем слова там пророка которым было видение пророка даниила иисуса и она которая в откровении нам говорит что-то дышишь мухи одолели даниила 11 11 глава 33 по 35 стих там идет контекст именно огонение на вот во времена до антихриста но в принципе времена великой скорби да и разумные из народа вразумят многих хотя будут несколько времени страдать от меча и огня от плена и грабежа но во время страдания своего будут иметь некоторую помощь и многие присоединятся к ним но притворно пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убиления к последнему времени ибо есть еще время до срока на какое место я хочу обратить внимание я надеюсь вы его уже услышали догадались что во время всех этих скорби которые будут со святыми который будет страдать за истину за слово христово за слово божье за любовь свободу за вечную жизнь который будет облегчать всех грешников себе законе помогать святым помогать всем людям проповедовать и любви говорить творить добрые дела смотря на все страдания которые с ними будут они будут убиваем и гоним и броши бросаем в тюрьмы погибаемым все это видим ограблены чёток с ними будет не творить несмотря на все это здесь на мы с четко видим что донин говорит что во все время этих скорбей они будут иметь и некоторые утешение некоторую помощь помощью и утешение да такое кто-то видимо знаете всегда так ну кто знает вот вот посмотрите на всю историю человечества посмотрите действительно поисследуйте такой вопрос все знают на слышали слово холокост да то есть гонение на евреи во время там второй мировой войны ведь сколько так скажем людей помогало что людей разных планов мужчин или женщин как их не поделили стариков или детей каких-то разных социальных уровней статусов там занимают должностей разных национальностей разных убеждений мировоззрение отношение к религии если в человеке божий свет есть то он несмотря на все свои какие-то разности помогали там действительно скрывали тех самых там евреев это так для примера очень известного такого вот и это к чё только не касается это естественно там приходили вот и в другие места это другим народом в других можно все найти но такой известный просто про холокост на только только совсем человек не интересующийся ничем жизни не слышал в этом живой пример вот здесь об этом же самое речь идет если интересно книгу эсфирь можете библейскую прочитать библейскую тоже найдете там кое-что о чем я сегодня говорю да что когда были но там тоже части были гонения на еврейский народ еще ветхого завета да и когда царь выбрал себе жену еврейку эсфири туда тоже очень красивая царь кир да и как сразу все изменилось отношение к евреям да и смотря то что его первый советник можно сказать это царя все там наоборот на не гнал подставлял тому пытался их вырезать тоже геноцид устраивать в концовке сам упал в ту яму который копал но как там все обращалось то что действительно не знаете в истории части такого много когда там любовь именно менял такие вещи да когда там вот и возьмите эти истории вот я ну что-то меня кто знает я ко всем ровно отношусь тут наоборот не никак не восхищая еврейский народ но просто много об этом вот сказано там как как офицеры там немецкие влюблялись там в этих в тощих худых уже изуродованных и голодом и трудом еврейских девушек да вот и здесь начинали помогать оберегать их там то хранить помогать их ним семьям там ну кто там в бараке жил вот по разным причинам в такие вещи бывают да очень часто из-за любви кстати но я говорю божий свет которым я говорил это есть любовь конечно же когда я сказал что если в людях неважно к чему относящихся себя к чему принадлежащих возраста пола них сияет именно божий свет к имя которому любовь да вот это любовь может победить очень много и и здесь не просто так написано что когда им будет некто некая помощь и поддержка неважно что будет где-то когда это будет великой скорбь там все эти войны бойни на земле атомные взрывы что-то будет в какие-то гонения да даже на христиан во многих странах в особенно такими мусульманских может поднимется но где-то наоборот будет очаги где наоборот кто-то из правителей вот будет питать какую-то теплые чувства там наоборот христианам к святым просто к добрым людям ко всем изгнанникам там всем этим когда оппозиционерам этим странам и всегда где-то им будет помощь наоборот наоборот им будет особое внимание до особой заботой будет к раскрывать под покрывать помогать им как-то да и и действительно это будет настолько видно что как написано и многие кто конечно не является этими там святыми да так и назовем но они будут присоединяться к ним хоть и притворно лишь бы чтобы их тоже не трогали да то есть я готов сразу стать евреем во времена холокоста если где-то вдруг евреем на наоборот том же там лагере но кто-то начал там покрывать какую-то группу евреев других там наоборот уничтожает и он готов стать евреем как говорится пусть хоть как-то притворно лишь бы его там не ущемляли и чего еще того хуже вот вот здесь очень важно да то есть мы с вами видим что данил прямо говорит что во времена вот этих последние времена несмотря на все страдания всегда будет какая-то помощь от бога да а бог есть любовь от любви то есть в ком-то она будет воссиять и все равно святые будут будут у них какие-то отдушины это очень важно вот это место поэтому в данииле я хотел вам тоже показать да в книге откровения тоже очень серьезные моменты говорящие о том что знаете когда вот там я особенно знаете я такой красный лиц ниточкой буду в течение ролика тянуть мысль о том что кто знает есть это вот учение я все-таки называю живо мне она не лежит к сердцу хоть я и внимательно выслушал изучал все аргументы апологетов и тех кто топит за то что будет некое там восхищение церкви христовой до великой скорби до книги откровения все события которые там описаны их не касается все это для израиля там для язычников кающихся потом непонятно как во христа верующих нет открыть те которые доживут вот якобы во христе причем в основном то спасенные по вере в иисуса христа плюс ничего как они выражаются да вот то якобы вот эта церковь будет восхищена я считаю полной чепухой ложью и учением дьявола ничего этого не будет церковь и она не имеет ни национальности книга откровения это не для израиля вот это для всех людей все кто живет святой жизнью да еще и верует если во христа да все являются членами его церкви неважно до какого-то времени в какое-то время происходило хоть ветхозаветные да но ветхозаветные там как скажем во христа не могли веровать и тем более люди какие-то там даже не 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 относящиеся к израильскому народу вот но все кто живут святой жизнью все будут с богом да все являются его церковь все будут со христом и примут его обязательно когда он придет потому что они внутри есть любовь и поэтому они примут по наружу того кто и сам есть их 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 бог по образу которым и сотворены по образу этой любви иисуса христа вот но давайте книгу откровения почитаем вот мы с вами читаем казалось бы до 6 глава ну кто помните я сейчас мулья он не буду сегодня как я пообещал открывать прямо книги откровения там даниила буду читать все с того что я на страничке собрал но смысл я вам всегда своим словами передаю книга откровения начинается по сути 6 главы когда снимаются печати да уже конкретно на эти скорби описаны вот а первая вторая третья четвертая помните все эти всадники на белых конях то есть на земле творится ужас и снимается пятая печати что я увидел под жертвенником души убиенных за слово божье бог есть любовь за любовь зависит бог естественно за слово божье за свидетельство которое они имели и возопили они громким голосом говорят доколе владык святой истины не судишь и не мстишь живущих на земле за кровь нашу и даны были каждому из них одежды белые сказанным чтобы они успокоились еще на малое время пока и сотрудники их и братья их которые будут убиты как они дополнят число то есть казалось бы да мы с вами видим в книге откровения ну ничего не противоречит даниилу наоборот все подтверждает да будут гонения да будут убиваем и люди особенно кто горячий ревнивый активист проповедник христианские истинный проповедник любви все эти люди конечно же будут страдать за истину да вот все они будут просветли просветляться эти белой одежды которые на них это есть свет их души да вот будут такое будет такое но что мы вам с вами читаем там шестая печать открывается катаклизма начинаются как следствие всех тех ужасов которые люди сами сотворили все эти начали бомбы сбрасывать и так далее земля поколеблется но уже после шестой печати мы с вами читаем 7 глава после этого видел я четырех ангелов стоящих на четырех углах земли держащих четыре ветра земли чтобы не дул ветер ни на землю и на море ни на какое дерево и видел я иного ангела восходящего от востока солнца и имеющую печать бога живого и воскликнул громким голосом четырем ангелам которым дано вредить земле и морю говоря не делайте вреда ни земле не морю не деревьям доколе не положим печати на челах рабов бога нашего оказывается во времена книги откровения в последние времена кто-то хочет хотите называть ее великой скорбью хотите 7 7 7 7 летим последним ну уже я несколько роликов до этого дописал во всем этом поговорили можно ли все это в одну кучу мешать или нет я в этом ролике так накидал кому интересно смотрите предыдущие видео но уже буквально чуть дальше седьмая печать открывается начинают появляются семь ангелов трубящих так называемым трубами ахапа апокалипсиса первые четыре трубы трубы в основном там все связано с природой животным погибают это все это там земля деревья горят вода портится да и пятый ангел вострубил я увидел звезду падшую с неба на землю и данный был ей ключ от колодца бездны она отворила колодец бездны и вышел дым из колодца как дым из большой печи и помрачилась солнце и воздух от дыма из колодца из дыма вышла саранча на землю и дана вышла саранча на землю и дана была ей власть какую имеют земные скорпионы ну кто знает скорпионы казалось бы вот такие вот маленькие существа действительно тоже ты считаешь как и змеи очень казалось бы небольшие да очень опасно для человека они имеют яд в принципе смертельный даже для человека для для животных для крупного рогатого как говорят скота для крупных животных для человека вплоть до смертельного для летального как говорят исхода вот плюс все это связано с агонии с такой дать ты не просто так вот там скорпион ужалил так со святыми у покой нет там у многих от животных очень такими на сильные яды и на такие как сказать токсичные не знаю но такие суровые до что человек еще умирает и в страданиях таких да просто как снотворное больше действует да они еще именно тоже там судорогами с болями за дыханием со спазмами все такое там да сжением каким-то внутренним связано поэтому здесь такие образы и рассказывается и сказано было ей этой саранче вышедшей из бездны не чтобы она не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву а только одним людям которые не имеют печати божией начала своих то есть мы видим что это печать божья оказывается оказывается что бы то ни значило мы с вами по времени все это узнаем что это за саранчатом до из бездны когда доживем или те кто будут жить в эти времена они все увидят все узнают и оказывается не все с не все люди на земле будут этому подвержены хотя надо понять это я тоже об этом говорил вы знаете я всегда делился с близкими ну и публично об этом говорил и слушать я тоже когда я думал что я стану святым во всех сферах жизни там в отношении к природе в отношении к животным отношения книг людям и у меня все будет хорошо да ветер меня не будет сдувать с места я не буду тонуть да я не буду водой там какой тоже нечистый может быть травиться до животные все меня любить будьте всем привожу в пример этот фильм то из винтура с джим керри где он там садится все животных не слетают и тут все хищники у ног его лежат я тоже думал ой какой всех животных полюбит до мухи меня с комарами с пауками грейс не будут собаки дворовые кидаться не будут да все животные будь меня слушаться до быки коровы тут кругом никто меня бодать не будет нет оказалось все не так вы знаете не знаю то что я люблю и забочусь природу и к ней гуманно отношусь люблю забочусь и гуманно отношусь к животным до будучи веганом во всех сферах жизнедеятельности человека и животного контактов да вот несмотря то что я люблю людей и все что могу для них делаю для для того чтобы они стали святыми любя их надеюсь что они будут любить меня нет знаете то что я проповедую людей мало кто не готов мне не плюнуть в рожу простить эту проповедь любви только скажи нет войне тебе тут же башку отрубит тут очередь выстроиться в россии по крайней мере в азии как я называю теперь через 2 z вот так вот вот то есть мы с вами видим что оказывается далеко не все будут страдать то это вот очень знаете вот мы не обращаем внимание написание читаем вот так знаете вот мимолетом не применяй к жизни не вдумываясь не вчитываясь когда эти ангел трубящий заканчиваются и помните там два пророка два светильника в 11 главе нам описаны некие такие тоже активисты да будут там иметь и даже власти небо затворять упомнить тоже не будет как жало в плоти для всех грешников их в концовке убьют они воскреснут будут восхищены небеса но и жена которая сим в откровении нам символизирует церковь она родит некоего ребенка который тоже будет так скажем жалом вплоть для всех грешников возможно это один человек возможно это несколько людей каких-то таких вот активистов проповедников не суть важно но мы с вами что видим между этими событиями ну или пусть параллельно с этими событиями я уж обо всем там говорил не буду в одном ролике повторяться по последовательных параллелях кто кто уже давно не слушает все знает вот мы с вами видим что в это же самое время на небе происходит война дьявол архангела михаилом сбрасывается скидывается с третьего всех бесов на землю сходят великой ярость они что и что и жена а жена это естественно куда девается вот куда она девается восхищается эта церковь или куда а жена убегает в пустыню где приготовлено было для нее место от бога чтобы питалью там 1260 дней пустыня означает ну как хотите если на современный язык говорить это не это не извините до пустыни сахара конечно это любые дикие тихие места но вплоть до того да да обычный сел от в котором я живу это уже можно назвать пустыни пустынным местом библии там разные переводы смысл об этом опять же слова пустыны подразумевает а есть и переводы более такие современные уже понять понятливые более это более такие вы просто тихий риск хотите тоже слово подходит да как тихая сельская жизнь до речь то об этом что те люди которые святые пусть они там даже не супер активно они да у них там дети родители больные за кем-то ухаживать надо под пустыни подразумевается вы знаете когда иисус говорил что воде в клеть сердце своего что он подразумевал молиться самом себе здесь тоже самое да надо понимать такие речи по поводу пустынное место это это и по внешнему вообще жизнь человека она и внешне проявляется но прежде есть внутренний мир который никогда не видим пока ты не проявляешь снаружи не путайте с духовным тонким миром который такой же видимый просто находится вот за стенкой поэтому мы не видим а есть не видим мир номер наших мыслей нашего воображения он проявляется только через вот когда мы что-то проявляем его проходя грань между невидимым миром миром когда мысли реализуются через слово или через дело рук ног чего-то другого языка носа уха все что у нас есть и в этих руках дубинки или 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 холодилки вот кого что да вот по сути жена убегает в пустыне это можно понять что знаете когда человек вчера еще был активен но вот все-таки когда уже угроза жизни там свободы в тюрьму сесть и быть избитым покалеченным ну люди как это замолкают да вот это тоже сам перестает ну я буду современным языком выражать чтобы понятно перестает вести активность там социальных сетях где-то что делать проповедовать может на улицах разговаривать с родственниками даже с близкими там да если знать что те сами готовы их там сдать посадить а может и на гильотину папа папа на накал насадить да и на гильотину положите голову отрубить вот здесь как бы вот такой вот смысл да когда же дракон увидел что низвержен на землю начал преследовать жену то есть церковь в которой родила младенца мужского пола и даны были жене два крыла большого орла чтобы она летела в пустыне в свое место от лица земли и там питалась продолжение времени временок полу времени пол времени и пустил змей и спасти своей вслед жены в аду как воду как реку дабы увлечь ее рекою ну гонение да ну грубо говоря полицаев там натравил но земля помогла жене и разверзла земля уста свои поглотила реку которую пустил дракон и спасти своим сейчас не будем с вами все не толкованием заниматься такое все ты это так иногда мне выскакивает что такое вода штука река земля поглотила эту реку и сегодня у нас не нету цели в этом видео все это не так у меня ролики вечно не ютубного формата да и рассверепел дракон вот смотрите опять мы с вами читаем казалось посмотрите вот во первых я хочу первое сказать да смотрите оказывается далеко не все будут страдать от тех же самых гонений да люди активные люди у которых любовь просто призабилует такие как я плюс еще одиночки ничем не обремененные конечно да мы светим ярче и судьба у нас понятно какая есть люди которые на не светит мощнее меньше то что любое добро она велико пред богом да кто где-то на своем уровне помогает служит вокруг себя это все очень тоже важно вот кто-то таких как я поддерживает наоборот тихо-молча где-то работает рудясь это все тоже очень важно мы делаем одно большое дело вот все мы кто-то рука кто-то нога кто-то глаз кто-то ухо в теле христовым вот и мы с вами видим казалось бы ну вот смотрите да и и можно тут я мог вас утешить смотрите ну церковь вся убежит нет оказывается не вся и рассверепел дракон на жену и пошел которую не смог догнать да и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени и и вот от этого до кого она родила от семени и и сохраняющими заповеди божьи и имеющими свидетельство иисуса христа то есть христианами пребывающими любви которых пребывает бог оказывается кто-то будет страдать кто-то не будет то есть и так и так будет все зависит от каждого путь у каждого свой познание истины конечно же как полгала ревнуть я дарабу духовных достигайте совершенства в любви иисус призывал быть совершенными как совершенно отец наш небесный потому любить врагов несмотря на то что тебя будут гнать убивать позорить и все это делать до лишать здоровья свободы имущество но все это ничто по сравнению со святой жизнью с преобразованием в бога любовь все тебе потом будет до принципе на этом я хочу закончить пока да вот мы с вами поговорили то есть мы с вами увидели что на самом деле первое что хочу сказать и как я ну в общем в какой последовательности название задал мы с вами так уйдем велика ли скорбь велика ли великая скорбь об этом я еще говорю о самом величии и осилия страданиях я еще поговорю но сам факт что увидел сами что далеко не все будут страдать почему назвал первое время чумы еще здесь же ну теперь мы рассмотрим конечно деление всего человечества на две группы это очень грубо на две группы это очень грубое такое деление неправильно понятно мы с вами вынуждены делать порой писание так даже делает да сам иисус бог пришел них праведником а грешником да ну что мир тупо к делится прямо на праведника грешника то есть один человек абсолютно во всем грешен другой абсолютно во всем свете конечно мы все прижимы к совершенству любви действительно многие доходят чуть ли не до полноты греха но это как говорится единицы и в той и другой на тех и других концах этого измерения очень большая масса она серая так скажем да вот но мы с вами вынуждены так делать это как бы образ все равно понятно что чем каждый человек сегодня был такой завтра он уже другой другой группе относится да но я пишу то же самое например нескольких мест из разных книг библии мы сможем убедиться что несмотря на все ужасы происходящие с людьми на земле во время царства антихриста я как бы повторяюсь грешники будут пытаться жить обычной мирной жизнью ну и какие-то места первое что мне хочется вспомнить конечно очень важный момент знаете мы все время задумываемся что верую тоже вот у нас такое какой-то клише может быть особенно у христиан кто кто вот эти все знают вещи какие-то из писания все эти апокалиптические настроения проповедников таких вот может даже отчасти как я вам понаслушает сейчас я много видео выпускаю на эту тему события диктует да листья распускаются у смоковницы видим близко при дверях и всем каштой тоже последние времена и так ужас будет он ужас будет действительно только для святых для грешников будет все хорошо но не все хорошо я ведь и я сам себе будет противоречить призыв в том плане что мы будем видеть безумие с одной стороны творится от а с другой стороны вроде все хорошо и просто немногие может быть знают это место где павел пишет им на последних временах тоже во втором пришествии с креста христа и очень знаменитая именно по сути очень сильная к этому относящиеся послание не в два послания фессалонкинцам они получаются как получились может апокалиптически ну хотя там первое послание не как бы не было посвящено лишь в конце и вроде бы как вот немножко упомянул что мы сейчас будем читать но второе уже в догонку он писал прям в основном тоже обо всем об этом потому что его там перестали понимать да и стали тоже куда-то там удаляться заблуждаться немногие знают вот этот очень хороший такой критерий который нам сообщил павел а временах же сроках нет нужды писать к вам братья ибо сами вы достоверно знаете что день господень так придет как вор ночью ну то есть внезапно варыш приходит никто их не ждет с хлебом солью ибо когда будут говорить мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба подобно как мука родом постигает имеющую в очреве и не избегнут очень важный очень интересный такой момент оказывается во время царства антихриста его уцарение будет связано с тем что на земле прекратится войн вот все что мы с вами читаем в печатях почему я тоже этим самым я в принципе обличаю кто утверждает что книга откровения читается чуть ли там не параллельно все печати все ангелы трубящие и все чаши гнева это абсолютный бред в книге откровение конечно есть за параллельные места но при последовательном их прочтении и это никак не относится чтобы вообще взяли всю книгу в три столбика разложили параллельно это ошибка вот в царстве антихриста если мы с вами почитаем печать как раз который нам рассказ рассказывает а уже ну ее образ называем третьей мировой войны до мировой войной то же самое уже второй этот конь рыжий после пропаганды с мечом в руке которому дано мир взять земли и будет войны все там бойни и все такое да вот опал нам явно говорит что перед вторым пришествием будет мир и безопасность то есть естественно царство антихриста на потому и царство антихриста все уже объединяться никаких междоусобных войн между как это национальных все так межрелигиозных ничего не будет будет только одни гонения ну будут страдания по плоти потому что будет чаши гнева они будут связаны с природными катаклизмами поэтому со страданиями там с эпидемиями совсем это но внешне люди будет такое царство и тоталитарное царство антихриста который мы с вами уже во многих странах мира можем наблюдать где все хорошо внешне но только из-под палки на ментовских дубинках и армейских штыках вот что будет представлять собой царство антихриста когда весь мир объединится все уже между собой вы выяснять ничего не будут вот возможно даже будет границ между государствами ну все скажут все хорошо вот будем жить как живем да это очень важно понимать то есть внешне к их все войны прекратятся третья мировая мы с вами знаем я ролик записываем здесь может быть смотрели нет посмотрите или найдите все у меня их плейлистах соответствующих об апокалипсисе что до воцарение антихриста совокупно от всех вот этих вот вещей там войн эпидемии голода всех этих животные опять на людей начнут нападать потому что им жрать нечего будет все начнут истреблять все леса будут гореть естественно они на людей будут кидаться то есть от всего вот этого от всех этих ужасов до царства антихриста будет погибнет половина населения земли именно половина на современный язык сейчас нас около восьми миллиардов то четыре миллиарда просто не будет причем вроде как если действительно исповедовать что книга откровения апокалипсис это это седьмина это семилетие обычных наших вот этого человеческих лет до который мы с вами живем то и она делится пополам до царства антихриста половина седьмины на его воцарение то это все должно произойти за короткий реально короткий срок за три с половиной года но с современными средствами массового уничтожения принципе я лично и не удивляюсь что это может произойти так быстро массовое уничтожение локации между людьми вот этом все коммуникации все эти эпидемии не зря так теперь мимо ли миска со скоростью света распространяется по земле потому что ему очень стали как коммуницировать у нас вот так вот все перемешано самолет вертолета мы все перемещаемся очень быстро вот супер бомбы до супер скоростные источники информации мы все тут же знаем все моментально принимаем решение ты не ждешь гонца там с другого края свет когда он прибежит расскажет что-то стоит ли туда бомбу бросать сейчас очень быстро события текут быстро время летит как говорят как фанера на парижа вот так очень важный момент что оказывается в царстве антихриста уже не будет внешних каких-то бой все будет хорошо да будет полицейская армейская такой государственно что как все будет вид делать вид кричать х гитлер или хай путлер там я не знаю кому он там что будет кричать х антихрист вот холли холли все у них будет хорошо вот конечно же внутри они все будет ненавидеть и друг друг как пэл описал во втором уже послание что все будет когда охладеет любовь людях и не будет все будет ненавидеть друг друга но внешне все будет оливаться тебе будет хорошо кругом будет одни полицаи камеры пистолеты автоматы но внешне будет все мир и безопасность будет говорить будет возможно приветствие даже такое очень похоже кто смотрел пол старый фильм разрушитель с сильвестром сталлоне помню так и называется с этим забыл как если снайпсом по-моему это афроамериканец то вот они там как приветствовали не касаясь там нельзя было как-то и тактильные контакты делать уже целоваться обниматься сексом заниматься ну кто смотрел фильм тут якобы тоже про будущее вот они потом там что тоже подходили вот так как-то здоровались и что-то они говорили там мир и процветание что-то такое вот это конечно возможно будет и приветствие но она естественно будет не просто каким-то пустыми словами они будут означать реальность то есть у них будет мир и безопасность везде куча камер сигнализации мы все в безопасности безопасность такой что шаг лево шаг право расстрел а по прыжок по быть попытка убежать до улететь вот это очень важно ну в общем то давайте долго не задерживаться и второе место в принципе тоже всего два места там получилось 3 я хотел играть крови потом даниила добавил и сейчас мы с вами еще луку потом завернем наоборот через грешников ну или сейчас продолжим просто грешников через луку и вернемся к святым и так закольцуем наше сегодняшнее видео мое сегодняшнее слово в матфей 24 все уже 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 оскомину я вам наел до на языке матфей 24 25 запомните нужно запомнили очень важный следуйте и смотрите это апокалиптичная речь иисуса христа сегодня мы будем ее же еще и посмотрим по версии евангелиста луки и причем там по контексту это иисус уже тоже заканчивает ну вы видите но я стараюсь на иллюстрациями снабжать свои видео свои тексты сразу говорящие то есть речь идет о втором пришествии иисуса христа тоже все очень важно да одни же том и часе второго пришествия не знает никто не ангелы небесные не сын в марка там еще есть так добавлено а только отец мой один но как было во дни ноя так будет и в пришествии сына человеческого ибо как во дни перед потопом ели пили женились выходили замуж до того дня как вошел мной в ковчег и не думали пока не пришел потоп и не истребил всех так будет и в пришествии сына человеческого смотрите еще узнаем оказывается в царстве антихриста будет не так плохо мир и безопасность ешь пьешь веселишься женишься выходишь замуж смотрите какая благодать на благодать да чушь все так про великую скорбь то христиане грешникам проповедовать покайтесь или кары божьи вас настигну смотри как все хорошо мир и безопасность ешь пьешь веселишься женишься выходишь замуж да ну конечно же мы играю знаю все это я повырывал дай можно такую иллюзорную лживую картинку создать конечно же мы с вами это я в контексте показываю что действительно оказалось бы грешников тоже не все если они все там в язвах будут ползать как же они будут на мир и безопасность радоваться они же будут радоваться этому и приветствовать друг друга говорить как же будет жениться выходить замуж есть и пить если там все и не не если там не значиму делать конечно же особенно царство антихриста прежде всего будет тоже тяжелое время для святых но опять же мы видим какие цветы будут где-то прятаться вот и бог как-то это одобряет иисус сам говорил бьют в одном городе бегите в другой но доросто до жертвенной любви святей жертвенном и вот я сразу так скажем уже плавно мы с вами переходим к той же самой речи иисуса христа или как и называет апокалиптическая речь только уже по версии луки как вы по главу все можете догадаться тоже 21 глава евангелие от луки всего 24 главы то есть это уже иисус и говорит в конце и действительно она апокалиптической говорит он там немножко луки конечно немножко по-другому именно поэтому именно в том прям прямом смысле все-таки это речь по матфею что там что возможно иисус не раз об этом говорил и там разные вопросы как бы заданные учениками немножко разные они отличаются в матфея прямо сказано что будет в конце времен там и какие признаки твоего второго пришествия там очень очень как бы это такой глубокий смысл да в марте в луке немножко меняется смысл да как бы вот тому как бы не об отдаленных событий говорит но все равно и плюс там говорит прежде всего о том что будет вот после того действительно когда его убьют он воскресенье вознесется что будет там с израилем с этим иерусалим с разрушением храма да я хотел даже поделить но так как этот его речь это одна не раздельно такая кусочек его речи они просто у меня перевернулись бы немножко себе я сначала применил то что из этой речи мы к святым применим про прочитаемые то что грешником вот у меня так получилось и даже раз так все завернется сейчас мы заканчиваем принципе как грешником это все будет поэтому я радоваться что казалось бы они там будут мир и безопасность не будет каких-то внешних войн будет жениться замуж хоть но мы знаем с вами прочитая всю книгу откровение прекрасно видим что будет происходить и до царства антихриста 30 плана года эти все печати виде всадниках на конях все эти ангелы трубящие этими трубами апокалипсис что будет происходить эти чаши гнева какой ужас они будут производить и как бы итог всего этого подвести иисус как бы говорит я уже говорил что это речь иисуса она как бы оглавление или краткое содержание книги там откровение или последних времен и будут знамения в солнце и луне и звездах а на земле уныние народов и недоумение и море вас шумит и возмутиться люди будут издыхать люди будут умирать лишь от страха просто от бедствий до кирпичом привалило в пуля попала цунами захлестнула нет люди будут издыхать от самого страха от страха ожидания бедствий грядущих на вселенную ну здесь хоть и не написано от самих этих это само собой понятно под меня так тоже в ролике на название ролика писал что люди будут издыхать от страха ожиданий бедствий и самой смерти конечно рассмеет они тоже ожидание и страха о бедствии да но бедствие приводит эти мы с вами читаем в книге покажется к смерти ну кого-то может калечить будет кого-то еще что-то но кто-то будет прямо умирать да то есть почему боимся бедствий потому что она что-то нам какой-то вред нанесет да поэтому здесь про слово смерть проглоченную по сути люди будут издыхать от смерти это очень важно на вселенной ибо силы небесные поколеблются и тогда увидеть сына человеческого грядущего на облаках силу и славу великую оказывается все будет не так гладко да то есть вы знаете вот сегодня у нас 11 октября 2022 года уже какой там седьмой месяц вот это развязанная расистской агрессии против украинского народа возможно все это маленькая искра для большого пожара третьей мировой войны вот что мне что мне так и видится вот смотришь как мы все живем я себе в в том числе говорю конечно внутри ты мне все понятно я все понимаю все знаю сам в этом зле не участвую сколько могу злых грешников обличаю святых поддерживаю светим о любви всем толдычием но все равно вот я смотрю как мы все живем как грешники живут да знаете кого-то ничего не происходит вот на украине конечно я сколько общался у просто это ролик видишь люди ко всему привыкает я вот я всем вы смотрите вот дальше еще человек заходит каш нет вот это шаг и все люди начнут просто ну что-то у них начнут в головах кто-то с ума сходить начнете нет мы дальше заходим за красную линию как сейчас очень часто выражаются да и ничего и мы опять дальше живем и ко всему привыкаем еще куда-то зашли и дальше еще я вот всем уже говорю с кем так общаюсь в личке в частном до порядке я вот смотри сейчас бомбы полетят атомные и все так же ну что в новостях все будет то же самое говорить в таком же тоне все эксперты будет высказываться там да ну кто какие ресурсы смотрит мы с вами все это тоже обсудим и так дальше будем жить кто-то на работу с утра пойдет детей в школу в садик христолюб будет проповеди писать да хоть и актуальные но все таки да ну то есть тоже эксперт будет своим болтать будь что-то выращивать на огороде на что еще мне делать вот и так мы живем это действительно знаете поражаешься и просто разница знаете в том что святые вот так живя они все понимают а чё делать то иисус правильно сказал не бойтесь не трепещите да не переживайте как он сказал не терзайтесь в этом плане о завтрашнем дне там тоже эта фраза иисуса она очень здесь сейчас уместно он именно об этом говорил там не не заботиться они терзаться не ужасаться не переживать а завтрашнем не да вот вообще я ролик хотела назвать тоже как-то страх смерти и следующее видео вы как раз увидите я уже сейчас я вам значок откроем я поэтому сейчас уже остановлюсь я немножко так для затравочки вам сказал вот но всех приглашаю на следующие видео вот она как раз будет посвящено этому месту я еще раз эту луку сейчас мы с вами в другом контексте рассматриваю я хочу поговорить о том что зачем вообще все эти проповеди сейчас почему я столько стал видео писать о последних временах а все эти вот эти места перебираем и своим читаем со всех сторон рассматриваем все вопросы эти поднимаем великой скорби гонений там смерти бомб как себя вести и куда бежать ну вот я назвал смерть от страха смерти да то есть люди издыхают от ожидания бедных событий которые приводят к смерти да то есть если покороче фразу иисус сказать умирают от страха смерти от боязни умереть то есть не просто умирают уже вот именно от бедствий а умирают от страха от от ожидания в ожидании этих событий умирают кого инфаркты у кого инсульты у кого психика не выдерживает у кого психика видимо на физику влияет то есть вот такой вот вот это очень тоже важно да вот я вам дал такую отсылочку в следующем ролике мы вот эти места побольше подробнее здесь конечно я хотел как мы видим до другой я немножко мысли тяну что вот этот вот безумие мира конечно и да несмотря на то что все это будет происходить мы с вами видим что грешники даже не особо-то внимать будет всему этому кажется какая еще нужна чаша гнева чтоб сегодня до грешника дошло нет они будут жить при них будут убивать святых гнать их опять сажать то есть как мы сидим до при нас сажают оппозиционеров всех людей которые за счет добро за свет нет войне мы сидим мы даже на это не реагируем все будет то же самое будет мир и без а главное что никто внешне на этом оппозиционер какие-то маргиналы дураки вот все мир и безопасность ешь пей булка есть жена есть с мужем вот но при этом да ну при этом да что с природой что мы тут дохнем все как мухи вот будет будет вот это вот безумие для грешников да ему уже в этом тут плавно переходим когда же начнет это сбываться тут я уже перехожу мое слово обращено к святым да к тем людям которые пребывают любви живут любви и вот тоже об этих вещах мы с вами и теперь мы с вами наоборот я вот видите как речь построил начали с того что с вами вспомнили что конечно в перемешку вспомнили что конечно со святыми будет происходить и хорошее и плохое да вот не все будет далеко гонимы но кто-то будет каждый идет своей пути несет свой крест сам выбирает сам ревнует о чем считает нужным ну конечно же наша наша цель жизни как судил совершенства в любви это обычно важно не забывать мы от этого сами приобретем полноту счастья вот это нужно никому-то не богу это нам самим нужно поэтому достигнуть этого этого до этого интереса самого человека ну что же иисус говорит вот при всем этом и мне теперь как будет сказать что я вам все это наговорил итог какой подводим когда же начнет это сбываться тогда вы склонитесь и поднимите голову вашим потому что приближается избавление вашим вы знаете я помню когда тоже я только вникал во все эти темы но уже это давным-давно было уже с бородой эти времена ну и до сего дня они идут я помню тоже все думал как вот там действительно правда вот все там боятся этого антихриста ну сам вникаю все это изучаю тогда но когда действительно уразумел и все это по писанию видно что все это там будет 3,5 года от самого царения действительно что может быть даже до его воцарения самые такие сильные времена это еще 3,5 год действительно это семина последних времен самая такая ужасная но в принципе вы знаете все можно пережить вот и и само писание нам говорит что там лишь тоже будет каждый сам определяться насколько он хочет просиять просветиться до светильником стать которые будут там в израиле обличать всех или где-то там под кроватку залезть но оставаться таким хоть и маленьким но 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 лучиком света каждый сам выбирать свой путь чего он хочет достигнуть какого 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 блаженства счастье он хочет вкусить через познание в себе жертвенной любви раскрыть это совершенно любви какой только может любить человек будучи образом подобие бога любви вот это очень важно поэтому действительно когда все это понимаешь знаете вот читаешь увидим с вами что когда же начнет это сбываться тогда вы склонитесь и поднимите голову ваше потому что приближается избавление ваше вот и все это можно будет предсказано что действительно иисусом всеми святыми всеми учениками что павел в этом я я хоть отрезал я пятую вам главу зачитывал фисанкийцам если вы четвертую главу конец прочитайте узнает это как раз известное место восхищение церкви продаю многие кто топит за да 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 великоскорб за за до великоскорбное восхищение конечно это это место извращают вот там нам ничего не сказано что это какое-то отдельное явление не все это будет во время второго пришествия иисуса христа вот и там как раз и утешение павел говорит что вот этим и утешайтесь что вот они не имеющие надежды да они издыхать так будут от страха даже от самого страха вот и не верят не вечную жизнь хоть они все равно и обладают но действительно каждый будет по делам своим если не за этих страхов творили зло молчали даже молчаливое зло творяли вот каждый вкусе то что он творил да ну а вы то радуйтесь все будет хорошо и на этом речь иисуса не заканчивается и сказал им притчу посмотрите на смоковницу знаете это не сейчас постоянно эту фразу тоже употребляем потому что сам исус сказал действительно прекрасный образ тем более кто любитель земли сады огорода все это выращиваю действительно что даже сейчас убери у меня любой календарь уж когда лето с весной наступает я точно распознаю да посмотрите на смоковницу кстати в матвея просто на смоковницу а у луки добавлено и на все деревья дело не только смоковница вообще посмотрите на деревья но на любые растения когда они уже распускаются то виде это вы понимаете ну или знаете сами что уже близко лето конечно же когда мы видим что как весной после зимы все начинает зацветать зеленеть сначала потом зацветать мы понимаем что это весна скоро лето плоды начинают плоды пойдут так далее так как когда вы увидите то сбывающимся знаете что близко царство божье истинно говорю вам не пройдет рот этот как все это будет небо и земля придут но слова мои не придут смотрите же за собой чтобы сердца ваши не отчерчались объедением и пьянством и заботами житейскими и чтобы день тут не постиг вас внезапно ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли и так бодрствуете на всякое время естественно иисус предупреждает о чем самое важное сегодня думать о святой жизни всегда но сегодня каждый день и каждый день сегодня вот это самое важное здесь кратко перечислены некоторые вещи обидение пьянство заботы житейские да но суть имеется ввиду полнота святости этого всем никакого греха и сколько может творить добра и так бодрствуете на всякое время а теперь я внимание почему хотел закончить этими стихами иисус говорит и молитесь да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предать и предстать пред сына человеческого эту фразу конечно же те кто топит а за я говорю опять вот за до скорбное восхищение церкви мог притянуть ой смотри тоже как хорошо я хотя от них по моему не слышал этого я изучал игры в принципе глубоко это их не учение вникал искренне пытался с их не стороны встать посмотреть все места исследовать вот что якобы вот тоже может сказать что если будем молиться церкви будет молиться то вот мы избежим всех этих будущих бедствий и предстанем пред сына человеческого причем не во второе пришествие там воскресенье а именно вот в это восхищение якобы это это означает нет это абсолютно не так это лишь каждый читает то что уже я говорю вы как аксиому взяли что есть восхищение там до великоскорбно я считаю что нету я вот исповедую что нет никакого до скорбного восхищения церкви я говорю что здесь речь идет конечно же о втором пришествии с христа и когда мы действительно все умершие во христе воскреснем живущие изменимся и вознесемся к нему встретимся в небе спустимся в иерусалим и там будем царствовать с ним тысячу лет будучи уже его женой с хотите да вот тогда это будущее невестой а избежим этого молиться вот о чем иисус говорил да как мы видим с вами что и то что бесподобить избежать не не говорит иисус что здесь восхищена будет вся церковь нет он не употребляет ни этих слов и в ком-то контексте мы с вами видим вот я на сколько моментов набросал что пожалуйста жена вон убежала пустыню я знаю это отделение что и деле просто книг откровения для израиля вот хотя потом когда начнешь с ними евангелие разбирать когда они говорят что вот есть деление на израиль и на церковь христову да только не в такие дебри уходят что отвергают все евангелие я уж просто с ними общался с такими и проходил все это и понял они все евангелие просто выкинули на помойку и все и нагорная проповедь не для христиана для израиля докатились вот и до этого поэтому все чепуха это сказано всем кто в это поверит и кто святой жизнь у себя и засвидетельствует свое христианство вот и все поэтому здесь видим что действительно в принципе в любом случае конечно просим бога никому не хочется в жизни в это лишний раз болеть тут он поцарапаешь счет там трудишься где-нибудь по дому там ремонт стройка огород все это пальчик поранил уже больно ногу там подвихнул никто не хочет страдание это естественно вот поэтому естественно просим иисус мы знаем прекрасно что прежде чем отдать себе на страдание что сделал в ужасе молился в гефсиманском саду до кровавого пота чтобы избежать всех этих мучений просил отца чтобы чаще все именовал вот это очень важно вот но мы с вами видим те кто действительно будут будут готовы к жертвенной любви этот путь им открыт эта дорога сесть по право или полево иисус христа он так и говорил маме двух сынов заведеевых когда она просила чтобы они сели он сказал пожалуйста два креста один слева другой справа садись на здоровье сели ли они на них нет они решили все разбежаться это очень важно так что вот так вот вот такие вот дела поэтому видите как великой ли скорбь но с первым во время чего мы разобрались да это я тоже хотел просто показать безумие такие ну и конечно мой ролик основном обращен негрешником хотя негрешник неправедник имеет нужду к покаяния грешники но смотрят в основном христиане может кто-то там попадает вот это уже даже по сути мое служение чтобы потом дальше просто распространялся вы со своим поговорю меня есть в миру конечно кто меня окружает грешники имя я свидетельствую вот ну тоже да как и послание писались для церкви для утверждения которые мы сами читаем кстати иисус пришел к своему народу да это тоже очень важно все эти вещи понимать вот и вот с об этом мы поговорили я надеюсь вы тоже как-то и утешились и разобрались что в принципе и я к чему подвожу то в том ролике а в принципе сказал даже я перед тем как начать записывать ролик тоже размышлял что думаю да я там тоже не в принципе так вроде хотел кратко он достаточно не кратко выразил ту мысль и а вот этой о скорбях о страданиях о боли что может ли человек использовать испытывать какую-то большую любовь большую боль чем кто-то там другой не испытывать те же сам времена что тому кому голого отрубали там тысячу лет назад но и даже христа распинали если может даже распять и опять вернут в последние времена ну или мы знаем что вроде как вот уба за слово божий буду да вот и без главные за слова божиим в последние времена они будут испытывать больше страдания большую боль чем и он креститель который был точно так же были обезглавлен за обличение грешников в частности там царя да вот они что большую боль испытывает оен креститель меньше боли испытывал в тюрьме сидя в холодной темнице там или вот когда ему уже непосредственно голову тебе мечом отрубают что ты меньше какой-то боли или страданий испытываешь чем те кто в последние что другими людьми станут что в последнее время появится супер наоборот киборги которые все нипочем будет я имею до людей до которых там кожу вот с два пальца будет не проткнуть и и наоборот будет какие-то дохлечки у которых будет там какая-то нереальная боль какая-то ощутима не нет все люди одинаковые какие жили вчера и завтра будет жить такие всем и плюс-минус одинаковые по плоти у всех есть свои болевые пороги там они может немножко колеблется на болевой порог есть у каждого человек у каждого тела у его тела да вот поэтому конечно же вот по поводу вот этого великали великой скорбь я в том ролике хоть ты октана посвящен был именно время великой скорби продолжительности вот но я там сказал я вам очень рекомендую настоятельно его посмотреть вот а здесь и вот картинку вам вот это поставлю более соответствует теме разговора да вот а здесь я уже вам говорю что вот эти все да как бы страхи тоже знаете они я сказал что и они великими прежде всего называются потому что это величие в масштабе что так как нас сейчас на земле 8 миллиардов те же самые бойни когда войны будет происходить выпущенный снаряд уже убиваетесь раньше там с катапультой бросали камень и он там попадал хорошо если в пять человек до который там войско наступает то сейчас брошенная бомба да это может быть десятки тысяч там воинов убита в этой там армии в наступательных какой-то ли в оборонительный не суть важно да что если как я рассказывал во времена христа 2000 лет назад рим это и это столица империи огромной империи до разросшиеся там завоевавший кучу территории 500 тысяч вроде как население было во времена христа население рима то в наше время возьмите одну москву с 20 миллионами людей да поэтому брошена там какой-нибудь бомба с оружием массового поражения ядерно неважно не ядерно какая там сейчас что-то уже не пона придумали на ту же самую москву или на современную на ту же самую на тот самый рим двухтысячелетней давности одна и та же бомба по площади они приблизительно одинаковые да как говорит что люди раньше дели в одноэтажных домах по площадь тоже занимали те города огромное количество это нас сейчас просто живет по площадью грубо говоря там рим можно с москвой сравнить до даже двухтысячелетней давности просто так у нас сейчас полно высокоэтажек все этих нас люди живут вот так как муравьи в одном доме вот у меня я всем говорю я жил я вырос в квартире в воронеже в обычной панельки семи подъездной у нас было 300 квартир 300 квартир а вот когда я стал по деревням жить там после 25 лет села оказывается в 300 домов то есть ты живешь можно сказать в деревне в одном доме как деревне и вокруг тебя каждая деревня так могут на таком пятаке поэтому не удивляйся то что я вам говорю действительно так там рим две тысячелетной давности это такая же москва по площади но брошенная атомная бомба туда и сюда это огромная разница в потерях там умерла 500 тысяч а здесь 20 миллионов великая потеря вели больше чем то вот а уровне боли я вам уже говорил я в том в том ролике рекомендовал почитайте книгу клайв клайв стейпл за льюис английский писатель прошлого века кто хроники нарди написал немного всяких трудов почитать у книгу боль она маленькая на виде брошюры насколько я помню очень быстро легко читается но там гениальные мысли вот как раз вот к этому он исследует так скажем сам задается вопрос не следует пытается найти ответы по поводу боли и страданий можно ли боль соединять слагать там сослагать складывать да вот если я боль испытываю и вот рядом человек вот где она наша боль где-то складывается и я что больше боли терплю вот нас 100 человек мы все голодаем нас заперли там в каком бункере и мучают голодом да что но я голодаю хорошо я не голодайте что больше голода или какой-то ей кто кто-то где-то это боль в мироздание как-то формируется что кто-то ее как бог что ли переживает нет я голодаю вот одинаково почему а если даже эти и или наоборот я голодаю вокруг меня никто не голодает что я меньше голодаю что ли более-то лично для каждого человека вот и все я испытываю сегодня страдание и не важно страдая страдает ли кто вокруг меня или наоборот даже не страдает они не уменьшают и не увеличивают мои боли ни в ту ни в другую сторону я испытываю ровно столько сколько я испытываю я на самом деле плюс-минус одинаковую боль испытываю что мне в 10 лет по пальцу вдаль что в 20 лет что в 30 лет что в 40 лет я одинаковую боль испытываю она в принципе не меняется мы все из одинаковой плоти это плоти в течение жизни привязательно в одинаковом состоянии находится все эти вещи очень важно такие вот простые понимать вот и все поэтому по поводу то тоже великой скорби там вот-вот христиане да это опять же мне хочется просто ответить я знаю что один из аргументов тех кто довеликая да да велико скорбную это восхищение исповедую что-то якобы да ты что переживешь почему-то написал что будет ты сам почему они обычно сами не спорь да это будет избранные из израиля там они будут приходить ко христу там вот это вести святую жизнь проповедовать и все и вот будет становиться так скажем но не правда дым не считаешь не причем церкви христова будет становиться они будут каким-то отдельным израилем потом остановиться все конечно бред какой-то я говорю национализм во христе или нацизм если хотите чем это попахивает то все это разделение бог никого не делит вот так вот поэтому по поводу этой великой скорби тоже все знаете все это чепуха если мы с вами во времена которые живем если это действительно разгорается третья мировая все что есть оружие я говорю что я все я сейчас повторяюсь кто меня слушает уже заметил можно конечно эти другие примеры приводить ну так как я ролик может сказать причем один день записываю подать всегда можно их увидеть не знаю что там еще за 70 лет за 80 лет после второй мировой придумали но сброшенные люди страдающие от брошенных бомб там я атомных россиями на гостями кто-то хиросима и нагасаки кто там уцелел и не сгорел в этом ядерном пепле да они как там ужасно страдали от всех этих болячек от всего там уродства что что сейчас если начнется пуклер там начнет сбрасывать в ответ купе полетит что какую-то большую большую будет испытывать чем те люди только потому что мы дальше по времени живем от времен первых песен адама с евой да нет конечно точно такие же будем более испытывать или посмотреть что там в индоне это когда была война то во вьетнаме там да в таиланде все это вот это посмотреть на востоке что творилось к в корее когда было все где америка там сбрасывал сколько там химического оружия применялось посмотрите документальные съемки какие-то там уродами становились и что там с ними было сколько страдал потом не одно поколение вот что они меньшую боль или вы или когда сейчас на нас все это полетит на наши несчастные головы мы больше какую-то боль будем испытывать да точно такая же ну плюс-минус нас есть там разный болевой порог какой-то у людей если у там не знаю есть какие-то современные у нас голову боль головы до сих пор нет прибора померить кто вот может измерить головной боль кто не знает при прибор когда мы жалко давай голова болит но 1 так были другого она вообще разносится даже у кого одного того что сам себе объяснить не может у тебя болит сегодня также как вчера или как неделю назад болела или сильнее или слабее нет прибора никакого ее измерить кто будет измерять эту боль в чем это величие скорби до великая скорбь на относится в основном своем конечно же мы я вам все говорю что связано с жизнью сайтами сами от меня слушая при меня к жизни понимать что я говорю истину потому что я говорю о жизни о том что вас и меня окружает что можно познать глядя даже на себя как как он писал что истина она не не вне вас а внутри вас есть и царство божие там же очень важно понимать все мои рассуждения которые он говорю я просто говорю то что есть на самом деле все это прекрасно знаете по-другому и тут можно конечно пытаться противиться но это так и есть вот и все это тоже очень важные моменты поэтому узнаете когда там я вот эти начинают там за это да или карту скорбное восхищение что это якобы там чуть ли не не ниже с доброй воли до бога бог есть любовь от своих невесту заберет ну а те кто будет страдать великой скорби они не его невеста а бог разве не ходит смерти грешника но чтобы покаялся и жив был разве все кто не будет каяться и в число церкви входить разве и как написано и христа встречать то же самое тоже будут вокруг престола все кто придут они что какие-то другие из какого другого теста так что вот так вот поэтому все эти вот в этом плане нагнетание там что это какие-то прям в последние времена и там что-то такое хоть мы читаем с вами те громкие слова что будет там страдать никаких не было от начала время в прошлом уроке вы помните мы все это разбирали иисус так говорил и даниил передавал до свое видение таким образом но речь идет не о том что вдруг мы станем страдать как-то относительно каждого человека меня отлично что я как-то начну больше страдать чем я не страдал раньше я в том ролике принципе много все сказал о скорбях лично людей до быть просто с отрубленной головой вы знаете ну что если ты святой человек станет не признаешь смерть для тебя жизнь христос а смерть приобретение тем более такая легкая смерть как отрубление головы или слушайте а сколько людей за всю историю человечества день там сексуальное рабство еще с детства попадала куда-нибудь там жили в голод в проголодь в уничижениях евро до них это не было великой скорбь да ты можешь рот такого не переживал че пережили они в своей жизни а это не великая скорбь да а ты там пост где-нибудь в социальной сети нет войне лак лайкнул и те голову отрубили во время антихриста ну кто из них и кто из вас пережил великую скорбь тот кто 30 лет там с детства в сексуальном рабстве находился до психическом рабстве уничижениях избиениях возможно до в проголодь там сколько мы кто новости хоть какие-то смотки маньяки как прочитаешь кровь в жилах как говорят стынет как узнаешь какие-нибудь истории как люди только могут какие безумия друг с другом вытворять да вот так что все это знаете все чепухает никак не аргумент в пользу до воскорбного восхищения церкви все эти страдания будет лично для каждого человека не больше не меньше потерять дом имущество какое-то семью детей человеку также горестно и как 10 лет назад нам с вами сейчас живущим 10 лет назад 20 тысяч лет людям любому человеку и будущим людям тоже самое на рыбе да святых все будет понятно и нормальные люди будут это нормально переживать ну понятно что все эти потери все это больно мысто как мы и переживаем как мы к ней относимся и когда она у нас есть что мы с ним делаем это уже другой вопрос то есть человек все это понимает и понимает что все это временно компьютер писал что не переживайте все эти страдания временной так что вот так вот вот такое вот видео я надеюсь я вам высказал все эти мысли вот тут такие две темы получилось но как-то ведь их разделять даже мне хотелось показать сразу все и грешников и святых это все перемешать потом и наоборот еще разделить немножко всем это посмотрели в общем вообще вот это все вот эти все последние времена и их ужасации как-то мы с вами видим иисус говорит тоже не переживайте наоборот поднимите ваши головы и радуйтесь что все это когда-то будет вот когда надо уж 6 уж мы видим иисус и надо иисус до своего времени когда пришел час его тоже избегал страданий его сколько раз хотели сам в начале его хотели с горы вообще в родном городе сбросить когда он там проповедовал в синагоге вы помните да прочитав пророка с сколько раз камнями хотели побить да сколько раз схватить убить хотели его он уходил не ходил вообще теми местами где уже все в иудею положили убить ходил по самаре и за орданскую стороной в галилее вот уже в том же самый иудеи в иерусалим ходил только на праздник где при народе боялись его схватить вот так вот поэтому иисус тоже говорил кстати все в контексте их последние времена относится на это каждому человеку в личной жизни относится бьют в одном городе беги в другой иисус говорил да но пройдет время он говорил когда вы поймете что час пришел до засвидетельствовать истину просиять просто как бог как иисус до принеся себя в жертву грешника вот и все бояться твори ничего не стоит да конечно это ужасного мы можем как я вам сказал то что веган и защите животные не будет грызть голодные животные когда-то все леса сгорят от этих бомб и животное тебя может броситься вот но надо верить что бог если надо тебя убережет если нет принеси себя в жертву любя мир тебя окружающий животных людей природу и не совершать зло даже под риском потери всего что у тебя есть внешнего имущества там здоровья свободы вплоть до самой так называемой жизни хотя забрать никто не может она ты от и вечен жить тебе принадлежит априори отодрать может только временность тебя вот эту вот внешнюю одежду содрать все но от этого ничего никто не достигнет так что вот так ну вот такое вот видео надеюсь она вам было полезно назидательно утвердит все мои видео эти не просто так вот следующее видео где вот это смерть от страх смерти я хочу кстати записать больше рассказать почему я так сказал стал писать почему это важно почему важно обо всем этом говорить сейчас всегда жить живой жизнью сейчас это происходит что об этом надо говорить но об этом в следующем видео это происходит так что приносят а вы 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 Продолжение следует...